Здравствуйте, друзья! Вы на канале Хвост Ньюз, и меня зовут Алена. Сегодня мы вместе с вами посетим книжную выставку, которая проходит каждый год, Non-Fiction 24. Здесь мы совместно с издательством Самокат проводим автограф-сессию Елены Булай, автора и иллюстратора новой книги «Твоя собака». На этой встрече мы не только узнаем, кому посвящена книга, но также почему она будет полезна всем, даже тем, у кого еще пока нет собаки. Также пообщаемся с гостями, зададим им интересные вопросы и узнаем, есть ли среди них настоящие фанаты литературы. Ну что, готовы начинать? Знаете ли вы, сколько кошек было у Химангуэ? Если честно, никогда не задавалась таким вопросом. Я думаю, много. Боже мой, по-моему, много. Десять. Я вам дам маленькую подсказку, их было больше пятидесяти. Пятьдесят шесть. Пятьдесят семь. Правильно, прямо в точку. Пятьдесят семь. Ес. Ребят, как вы думаете, какая порода собаки была у Антона Павловича Чехова? Я даже не знал, что у него есть собака. У него было две, нет, две крысы у него было. Что, он любил какой-нибудь скотч-терьер, что-нибудь такое. Подключай все свои извилины. Такса. Абсолютно верно. Что? Я читаю. Кого больше любил Бродский? Кошек или собак? Кошек. Я думаю, кошек. Собак. Собак. Собак или кошек? Кошек. Кошек, ладно, дверь мне есть. Вот как в главной семье. Слово «женщины» закон. Но здесь два на один кошек, и кошки – это правильный ответ. Все поэты с кошками жили. Из какого произведения и кто сказал фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили»? Ответите. Нет? Нет? Стоп. Ну, это же «Маленький принц». Это же все знают. «Маленький принц». А кто автор? Я даже мультик смотрел. Автор? Антуан де Сент-Экзюпери. О, Господи. Какое длинное имя. Эта фраза была сказана «Маленькому принцу» про его розу. А кто ему это сказал? Сонок. Да? Ура! Не все потеряно! Полина, расскажите, пожалуйста, удалось ли вам получить автограф у Лены Булай? Да, удалось. Вот такой красивый автограф мне удалось. Да, Лена подписывает маркером, который просто вот тот же почерк, все сливается с… Как будто, в общем, так и было в дизайне, очень классно. Скажите, пожалуйста, какие у вас вообще впечатления о книге? У нее безумно красивые иллюстрации, насколько я успела заметить. Да, книга очень красивая и книга, ну, посмотрите вот на этого льва, ну, какая вообще прелесть. Книга очень красивая и книга очень полезная. На самом деле ее, там, насколько я вижу, делали с именитыми кинологами, со специалистами по поведению. И книга, кроме того, что она очень красивая, она еще очень полезная. То есть ее… Я большинство из этих советов знаю, но я просто из любви к искусству купила эту книжку, из-за того, что вообще она очень… Ну, это правда очень полезно, когда такие вещи выходят. Потому что, к сожалению, в сегодняшнем мире про воспитание собак не так много, как хотелось бы есть информации, которая, ну, на самом деле, научно обоснована и не подразумевает какой-то жестокости к собакам. Книга, на самом деле, показалась мне больше, чем я видела ее на картинке, поэтому мне это тоже очень удивило. Иллюстрации очень понравились. На самом деле, у меня есть собака, как раз приютская, ее зовут Соль. Мы ее взяли в приюте, и она внешне очень похожа на собаку из этой книжки. И поэтому, когда я думала при поездке сюда, что я, наверное, эту книжку хочу купить, я еще немножко сомневалась, но когда я открыла, полистала, поняла, что тут описывается практически моя собака, к тому же у меня дети, и они тоже очень любят собаку нашу, и не очень сильно любят читать, но если выбрать книгу, которая их тронет, то они ее с удовольствием прочитать. Я думаю, что это будет как раз та самая книга, которую они прочитают без принуждения, с моей стороны. У нас у самих нет собаки, но мы оцениваем как с иллюстраторской точки зрения, мы тоже иллюстраторы, нам очень нравится, мы прям довольные обладатели теперь. Это очень интересно, мне кажется, детям, ну и вообще всем. Тут очень все подробно, понятно, грамотно, и есть интересные иллюстрации. Вот это мой любимый разворот. Ну мы с Еленой заочно знакомы давно, мы за ее творчеством следим уже много лет, и за этой книжкой мы следим много лет, потому что она постоянно освещала. Мы смотрим, как она рождается, это же книга, долгий проект, длиной в несколько лет, поэтому мы по кусочкам видели эту книгу в социальных сетях, Елена. Вот, поэтому сейчас это знакомство завершилось личным знакомством с автором. Какие книги про питомцев вам нравятся больше всего читать? В какой роли там должны быть животные? Даже сложно сказать. Нет, конечно же, мне не близки, наверное, книги с, ну как, похожей на Муму, потому что это, мне кажется, какой-то очень такой травмирующий опыт, и я не знаю, стоит ли его прям сразу переживать, как первый опыт с животным в роли. Мне очень понравилась книга Пакс, там не собака, там лис, ну вот там такое взаимодействие с лисой и ребенком, и как бы, как бы, взаимную такую помощь, и что лис оказывается чуть больше, чем просто домашнее животное. Персонаж, который в своей жизни, в которой есть своя жизнь, свои какие-то устремления, который потом в итоге все равно как-то встречается со своим хозяином. А как вы думаете, подойдет ли такая книжка детям? Я думаю, да, потому что в достаточно доступной форме все рассказано. В принципе, все, на самом деле, все приемы, которые у нас есть там в общении с собаками, они очень, очень простые, и все это про любовь. И детям, конечно, супер подойдет такая книжка, потому что она как раз и учит, и правильно, с уважением относиться к собаке, и дружить с ней, и отношения у ребенка с собакой будут лучше, и он будет гордиться тем, что он такой молодец, и, ну, и весь такой собаковладелец серьезный. Мне кажется, что вполне для детей подходит. Елена, здравствуйте! Расскажите, когда и как вам пришла в голову идея написать книгу? Это очень звучит грандиозно, написать книгу. По правде, все было несколько проще. Я в 2017 году училась в Британке на курсе иллюстрации Меламеда. И у нас был проект «Детская нонфикшн-книжка». Мы должны были придумать какую-то историю, о чем бы мы хотели нарисовать книжку, сделать проект, мини-проект. К этому времени у меня полгода уже была как собака, я была очень сильно погружена в собачью тему, потому что, если вы почитаете книгу, вы поймете, почему. И моя основная версия, основной вариант был как раз книжка для детей про собак, потому что, как оказалось, книг про детей про собак, их очень мало. То есть есть в основном какие-то художественные истории, но про то, как заботиться, как жить с собакой, как дружить с собакой, их практически нет. И что на русском, что и на иностранном рынке. И в 2017 году я сделала этот проект. Вместе с этим проектом попала в конкурс «Самоката. Книга внутри». Но тогда я не смогла ее дописать и дорисовать. И я выбыла из конкурса и вспоминала про это еще несколько лет. А в 2020 году я вернулась к этому проекту, к книжке. И еще впереди было два года работы, когда я написала, рисовала, верстала, рисовала шрифты. И вот, наконец-то, в конце лета 2022 года эта книжка вышла в издательство «Самокат». И сейчас еще вышло итальянское издание. И еще будет несколько изданий на других языках в ближайший год. А что появилось с начала? Иллюстрация или текст? Как я поняла, иллюстрация. Сложно сказать, потому что это было комбо. То есть я представляла себе, как я хочу сделать эту книгу. И сначала появился макет. Потому что это нонфикшн, это сложный структурный макет. И я разработала полностью весь макет, где были отдельно картинки, отдельно книжка-картинка. Там чередуются цветные иллюстрации и черно-белые иллюстрации. И я вписывала текст просто сразу в этот макет, распределяя все по местам. То есть где-то у нас находится сразу картинка, где-то находится блок текста, картинка, блок текста и так далее. То есть сначала финально появился текст, а потом уже я рисовала иллюстрации оригинала. Ваши иллюстрации просто поражают мое воображение. Прямо так и хочется распечатать себе каждую. Подскажите вообще, сколько времени уходит на то, чтобы их все нарисовать? Я делала эту книжку два года. То есть практически все время ею занимаюсь. Но у меня был одно большое, один большой, как это назвать, то, что сильно осложняло работу над ней, это то, что у меня родился маленький ребеночек. Если говорить о конкретно какой-то одной иллюстрации, то я могу сказать, что один разворот, одна цветная иллюстрация занимает примерно неделю-полторы работы. Расскажите нам немножко о Джо. Без нее бы эта книга не появилась. Не появилась бы абсолютно точно. Джо сейчас 6 лет. И по правде текст в этой книжке, он застыл во времени. Этот текст был написан в 2020 году, два года назад. И сейчас Джо уже немножко другая собака, чем та, которая она в книге. Джо стала, она выросла, а ей сейчас уже 6 было, 4. Она стала гораздо спокойней, и она стала куда более уверенной в себе собакой. То есть если тогда была основная проблема, что она очень много чего боялась, в том числе, например, трамваев, то в последнее время у нас перестали ходить трамваи. Это ее основная фобия, из-за чего у нас было очень сложно все с прогулками. Плюс все тоже немножко поменялось, потому что родился ребенок. Джо почувствовал, что она, если и не глава стаи, то она, эта стая расширилась. И там появился какой-то маленький беззащитный совсем ее участник, которого нужно защищать. Когда ждать новую книгу? У меня есть идея, но это не нон-фикшн книга, потому что, честно, нон-фикшн книга – это огромный объем работы. Мне сейчас хочется сделать что-то небольшое, приятное, и то, что просто вот как бы одним махом. Ну, за 3-4 месяца всего, а не 2 года. Я надеюсь, что я сяду за нее все-таки сейчас в декабре, в январе, и если все пойдет хорошо, может быть, уже весной у меня будет что-то готовое, но не факт. Анонсов пока не будет, о чем? Нет, нет, нет. Что бы вы могли посоветовать тем людям, которые хотят завести, но пока что не заводят, боятся? Мне кажется, что, прежде всего, нужно очень хорошо все обдумать. Вопрос, какой питомец и кого вы хотите завести, потому что вы несете ответственность за абсолютно любого питомца, зверя, который появляется у вас в семье. Но понятно, что, например, кошка или собака, хомячок или собака – это немножко разные ответственности. И насколько вы сможете принять нового члена семьи, насколько вы сможете поменять свои привычки, поменять привычки своей семьи, возможно, график, то есть все-все-все. Но, в первую очередь, мне кажется, нужно очень хорошо об этом подумать, о том, как оно повлияет, появление этого питомца в вашей семье, как оно повлияет на вашу семью и вообще на вашу будущую жизнь. Елена, спасибо вам огромное за это эксклюзивное интервью и уделенное время. Я очень хочу пожелать вам удачи и обязательно вдохновения, чтобы у вас новая книга очень легко писалась, чтобы она вот прямо шла как по маслу, и мы уже прям скорее ее увидели и прочитали. Спасибо вам большое. Друзья, наша сегодняшняя встреча получилась очень уютной и теплой. Обязательно делитесь своими впечатлениями о нашем сегодняшнем репортаже и о книге «Твоя собака» у нас в комментариях. Также, если вы хотите приходить на подобные мероприятия и узнавать о них самыми первыми, то скачивайте наше бесплатное приложение «Хвостньюз» по ссылке в описании. В разделе «Афиша» вы увидите все самые актуальные события в мире питомцев. А мы с вами были на автограф с Айси и Елены Булай на выставке «Нонфикшн-24». И с вами была я, Алена, на канале «Хвостньюз». До встречи!